День города долгожданный праздник для многих его жителей. В этом году, несмотря на ограничительные меры и запрет массовых мероприятий, атмосферу праздника тольяттинцы ощутили. Мероприятия стартовали в речном порту. На праздничной автоплатформе транслировали видеопоздравления от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Уважаемые тольяттинцы, дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с Днем города. Города молодого, динамичного, яркого, обладающего неповторимым обликом и богатой славной историей. В современной Тольятти это крупный производственный, научный и культурный центр Поволжья. Признанная столица отечественного автомобилестроения. Город-лидер, локомотив экономического роста Самарской области. А как могло быть по-другому? Сама история говорит о том, что Тольятти – город, который никогда не пасует перед трудностями. Поколение гидростроевцев, автостроителей, высококлассных химиков приезжали сюда, чтобы строить будущее. Вместе с мощными производствами росли жилые кварталы, широкие улицы, бульвары и проспекты, школы и больницы, спортивные комплексы и современные дома культуры. И сегодня Тольятти вдохновляет своим размахом, особым волжским колоритом, сочетанием развитой промышленности и удивительной природы. Когда наш автоград переживал непростые времена, всегда очень многое для поддержки города, его крупнейших производств, делал наш национальный лидер, президент страны Владимир Владимирович Путин. И сегодня Тольятти остается городом президентского внимания. Благодаря поддержке федеральных властей, большой работе, проведенной на региональном уровне, мы достойно встречаем знаковый юбилей – 50 лет со дня выпуска первого автомобиля ВАЗ. К этому событию в Тольятти строятся новые больницы и спортивные комплексы, детские сады, выставочные залы, благоустраиваются общественные пространства. Не случайно 2020 год объявлен Самарской области годом Тольятти. Последние годы мы многое сделали для диверсификации экономики города, создание новых рабочих мест, особая экономическая зона, территория опережающего развития, технопарк «Жигулевская долина» с каждым годом наращивают свой потенциал и являются лидерами в стране. Мы добились включения нашей губернии в международный транспортный коридор Европы-Западной Китая. Строительство моста через Волгу идет с заданными темпами. И будет работать как на экономику страны, как на экономику Самарской области и, конечно, города Тольятти. Все это с каждым годом привлекает в Тольятти новых инвесторов, людей, готовых развивать бизнес, создавать инновационные проекты и новые рабочие места. Дорогие друзья, последние месяцы все мы переживаем очень непростой период. Новая угроза внесла коррективы в привычный ритм жизни города. Заставила всех нас сплотиться для решения задач по защите жизни и здоровья людей. Серьезный урон понесла экономика. Но уверен, вместе мы обязательно преодолеем трудности. И вновь выйдем на траекторию опережающего развития Тольятти и всего нашего региона, как мы уже сделали вместе с вами в последние два года. Почему я в этом уверен? Потому что нам удалось сохранить главный потенциал, главное богатство и достояние Тольятти. Жителей города. Удивительных, трудолюбивых, открытых всему новому, влюбленных в родной город. И готовых приложить все свои силы, таланты, способности для его дальнейшего развития и процветания. Дорогие тольяттицы, от всей души благодарю вас за профессионализм, самоотдачу, упорство в достижении цели. Желаю всем вам, всему городу Тольятти, благополучия, процветания, новых побед и свершений. С праздником вас, земляки! С днем города Тольятти! Берегите себя и будьте здоровы! Обратился к горожанам и глава города Сергей Анташев. Нам повезло жить в прекрасном городе, на берегу Великой Русской реки Волги. Город гидростроителей, город химиков, город машиностроителей, город уникальных учителей, город самоотверженных врачей, город яркой молодежи, талантливой молодежи. Это наше будущее. И очень важно, что в городе все делается для молодых. Строим детские сады, строим спортивные сооружения, культурные сооружения. Места общего пользования облагораживаются. И очень важно тольяттинцы сохранить это. Я всем желаю любви к городу, для того, чтобы приумножить то, что создано предыдущими поколениями. Желаю всем тольяттинцам здоровья и любви к своему городу, гордости к своему городу. С праздником! С днем города! Впервые в Тольятти была организована праздничная автоплатформа, которая курсировала по всем трем районам Тольятти. Актеры и музыканты исполняли песни и стихи, дарили радость и веселье. Тольятти, город моей мечты. Тольятти, это я и ты. Тольятти, мой-мой родной. Нас ждет с собой, нас ждет с собой. Удивили, очень интересно, красочно. Ребенку очень понравилось. Да и нам тоже. Мне очень понравилось, особенно понравилось нашим деткам. Они танцевали. Весело было, у меня аж мурашки были. Отличный праздник и погода отличная. Спасибо всем организаторам. Очень здорово. Тебе понравилось? Да? Да. Приятно удивили тольяттинцев праздничные маршруты общественного транспорта. Троллейбусы солнечный, сказочный, музыкальный автобус. Песни, конкурсы, викторины, поздравления от актеров и музыкантов тольяттинцы принимали с восторгом. Некоторые даже танцевать начинают, попевать, очень даже хорошо реагируют. Замечательные ребята, прям радость такая. Действительно праздничное настроение. Спасибо за организацию. Строение подняли. Хорошо играют. Вообще молодцы. Спасибо. Спасибо большое. Сотрудники ГИБДД в день города раздавали сувенирную продукцию водителям и пешеходам. В акции также принял участие глава Тольятти Сергей Анташев. Еще не сотрудник ГАИ, но глава города. Глава города вас хочет поздравить. Хочу вас поздравить с днем города. Сергей Александрович, какие у вас любимые места в Тольятти? Да, мне весь Тольятти любим. Поэтому, начиная от промышленных зон, заканчивая местами отдыха. Поэтому самое дорогое, наверное, для нас – это лес. Поэтому редко бывает возможность побывать в лесу, но, наверное, главное – это достояние жителей. Так повезло, что у нас в городе есть, в черте города есть почти 8 тысяч гектар леса. В городе появляется все больше мест общего пользования, общественное пространство благоустроенное, отремонтированное. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время смогу там тоже проводить как-то время отдыха. Пока-то, конечно, не удается, но все впереди. Много было сделано по благоустройству Тольятти в прошлом году и в этом. А что в ближайшей перспективе? Мы сделали, закончили работу над проектом «Набережная». Набережная – это вообще сверхзадача, которую нужно решать. И, наверное, самое ожидаемое благоустройство, которое ждут все жители Тольятти. Набережная в Тозаводском районе. Есть планы, и мы постепенно реализовываем благоустройство набережной Комсомольского района. Я думаю, что параллельным курсом две набережные в городе будут любимым местом вообще всех по гаражам. Да, действительно, для тольяттинцев очень важна набережная, ее благоустройство. Это такой больной вопрос. А что вы скажете по срокам? Мы только сейчас вышли из экспертизы. Проект есть, это сейчас главное. Надо решать вопрос с финансированием. Жизнь, к сожалению, вносит в наши планы коррективы. И связанность с пандемией, снижение экономического роста, оно, видимо, тоже сыграет, может сыграть. Я пока не знаю, но у нас надежда сохраняется, что мы со следующего года планируем все-таки приступить к реализации этого проекта. Оптимально его реализовать за три года. Важно начать. Ввяжемся в драку, а там посмотрим. Куда бы вы посоветовали в первую очередь поехать гостям города? У нас разработан туристический маршрут в городе. Тем, кто интересуется историей военной техники, есть музей Сахарова. Те, кто любит промышленный туризм, есть возможность посетить музей автоваза, где собраны все модели автомобилей. Я думаю, что в ближайшей перспективе мы сможем организовать плановое посещение и автоваза. Сейчас можно это сделать раз в году для жителей. И это пользуется большим спросом жителей. До 50 тысяч плещает в этот день конвейер. Я думаю, такую возможность надо представить и гостям города, и жителям города. Ну, бывать по возможности формирования туристических групп. Конечно, памятник от Отечеева. Сегодня мы уже установили памятник ожидания солдата Зураба Церетели. Я думаю, это произведение высокохудожественное и технически сложное литье сделано. Украсит и наш город, и места памяти, и будет центром притяжения для посещения и для гостей города, и для жителей. Сегодня мы еще официально не открыли сквер 50-летия автоваза. Но уже сегодня там до 400 человек каждый день бывает, незаконно проникая на территорию. Но мы видим, насколько востребован этот парк. Он получился действительно красивый, хороший. Я надеюсь, что это тоже будет одно из любимых мест жителей города. Мы имеем много проектов по благоустройству территории и в Центральном районе, и в Комсомольском районе. Я думаю, что в ближайшие годы финансы нам позволят реализовать эти проекты, и город будет только улучшаться, хорошеть, и жители будут иметь отличные территории для отдыха. А что для вас в Тольятти? Вы родились в этом городе? Нет, я родился не здесь. Я сюда приехал уже после пятого класса. Ну, здесь у меня мои дети родились, поэтому здесь мои внуки родились. Наверное, это главное. Ну, я на короткий период уезжал, работал в Димитровограде. Он практически каждую неделю бывал здесь. У нас даже такая семейная легенда, что город, все, кто уезжает из этого города, они потом сюда возвращаются, как такая космическая всасывающая воронка, которая всегда, если ты даже вышел за пределы, все равно потом попадешь в эту воронку и вернешься в этот город. На мой взгляд, надо просто понимать, ценить и сохранять все, что создано предыдущим поколением. Безусловно, что продолжается и преувеличиваются все наши достижения. Мы и детские сады новые открываем, и поликлиники, и культурные объекты, и территории благоустраиваем. Это очень важно для того, чтобы было интересно жить в городе. Но очень важно все это еще и сохранить. Я поздравляю жителей города Тольятти с Днем города. Желаю, конечно, здоровья, желаю любить свой город, и он ответит своей любовью. Джаз прямо на улице в исполнении малого состава джаз-оркестра Тольяттинской филармонии. Это действительно впечатляет. Мы в восторге просто. Все замечательно. И неожиданно самое главное. Очень рада. Ну, просто даже случайно я шла мимо, увидела, что здесь представление. Мне хорошо с тобой идти всегда везде одной тропой. И в снегопады, в дожди праведной, деля на свете все и нет. С Днем города. Дорогие итальятинцы. Счастья, здоровья прежде всего. Спасибо вообще городу и организаторам. Отличная идея. Вот так вот на свежем воздухе выйти. Такой кайф. Молодцы ребята, музыканты. Обожаю нашу филармонию. Спасибо всем. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Отлично, спасибо большое. Почаще бы таких мероприятий. Настроение очень хорошее, молодцы. Концертные программы прошли во дворах домов автозаводского района, где проживают ветераны войны и труда. Так в доме 34 по улице Жукова живет герой социалистического труда, кузнец-штамповщик ВАЗа, награжденный орденом Ленина Николай Афанасьевич Шурганов. За концертом он наблюдал с балкона своей квартиры. Мне концерт очень понравился. Я просто удивляюсь. Я, может, не ожидал этого. Очень хорошие песни были хорошие. И поздравления. Улыбнись, Тольятти! Это главный девиз Дня города в этом году. Тысячи смайликов украсили окна домов и учреждений города. Тольяттинцы делали их своими руками. Городу Тольятти посвящают песни и стихи. Его признаются в любви, с ним связывают свою судьбу. С днем рождения города Тольяттинцы! Всего вам самого доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова